Всем привет, друзья! С вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру The Walking Dead, Ходячие мертвецы, второй сезон. Мы поговорили только что с Джейн, убедили ее присоединиться к нашей группе и сесть у костра. И на очереди Кэнни. Так, а слева это что? Арво. Поговори... Нет-нет-нет, давайте мы с ним потом поговорим. В первую очередь, конечно же, Кэнни. Поболтаем с ним. Давайте бутылку предложим молчаливо. Посмотрим, согласится ли он выпить с нами. Нам он пить запретил, во всяком случае. Что-то походу его бутылочка не вдохновила. Ладно, пойдем другим путем. Тише, малыш, тише. Все хорошо, ты со мной. Привет. О, привет Кляму. Подышать воздухом. Кэнни, здесь я сделаю есть воздух. Это точно. Прости за то, как я себя повел после того, как Сариту... Просто я не мог держать себя в руках. Надеюсь, ты понимаешь, что я накричал на тебя не со зла. Я могла сделать больше. Не извиняйся. Я могла сделать больше. Не, не смей это говорить. Ты сделала все, что могла. Прости меня, что заставил тебя в этом сомневаться. Я чувствую себя ужасно. Знаю, иногда я бываю полным говнюком. Хватит. Нет, это правда, но я... Я скучаю по сыну. Очень скучаю. Я плохо воспитал его, надел много ошибок. Несколько лет меня вообще не было рядом. Я постоянно рыбачил. Тогда мне нравилось быть вдали от семьи. Но теперь я бы отдал все за секунду с ними. С ними. С семьей. То, что я поддаку, может, кто-нибудь с ними встретишься. Катя была добра ко мне. Правда, я ее не помню, честно говоря. Думаю, ему приятно слышать о его жене. Почему же я вынес все это? Но с ним все будет иначе. Он будет воспитан правильно, обещаю. Не допущу такой ошибки, как с Даком. Тебе стоит вернуться к костру. Ты тоже иди к нам. Я не знаю. Давай, так будет лучше для всех. Вы убедили Кенни... Я неплох, ребят. Я неплох. Смотрите, Джейн убедил, Кенни убедил. Ну, в принципе, ничего сложного-то не было, на самом деле. Так, ну и пойдемте поговорим с этим парнишей, как его там звать. На букву А. У русских нет таких имен, ребят. Арва. Так, а куда мы идем? А я же на Арва нажал. Ладно, это, видимо, скрипт. Посиделки у костра продолжаются. Все в сборе. Варнишу позовите. Привет, Клем. Как приятно слышать смех. Да. Мы сейчас только и делаем, что пытаемся выжить. У нас даже нет времени насладиться жизнью. Да, точно. Да, жаль, что мы не часто можем расслабиться. Ну, выпивка нам помогла, это точно. Дай-ка мне бутылку. Ну, выпивка нужно больше, чем нам. Похоже, что вы хотите потратить хороший ром в пустую. Мне тоже не нравится, но ему тоже нужно выпить. Кейни не портим всем. Ему тоже нужно выпить. Я сказал свое мнение. Ну, у парниши так-то сестра умерла. Не думаю, что этот мальчишка плохой. Просто иногда хорошие люди делают плохие вещи. Особенно в этом ужасном мире. Поэтому я думаю, что нам просто нужно... Поехали! 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 Мда. У парниши, конечно, тоже. Стресс еще тут. Вот его озвучка русская. Прям вот чистый голос русский. Ну и на английском, конечно, он с ужасным акцентом говорит. Поехали! 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 А вот ребята, которых мы поубивали, там, конечно, говор у них отстойный. Вдохните как следует. Кто знает сколько нам завтра придется идти. Да, это хорошая идея. Я пойду пока рулю. Спасибо, Кенни. Вдохновение. Я. Не за что. Ты молодец. Было весело. Я такая. Я вообще веселая по жизни. Ладно, что там дальше? Надеюсь, ночь без происшествий прошла. Скажите, что да. Идет сохранение. Все, день. Да, все. Мы идем вперед, отлично. А то я думал, сейчас будет, что зомбаки прорвали решетку. Мы в панике убегаем, как всегда, нет? Не сейчас. Да, я в норме, если мне станет хуже, я дам тебе знать. О, люк идет один. Это хорошо. Он может наступать на ногу. Долго еще? Уже близко, совсем рядом. Ты повторяешь, что каждый раз, когда я тебе спрашиваю, прошу, идем. Так, это что такое? Тихо, 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 тихо. Сзади. Твою мать. Твою мать, твою мать, попасть, 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 попасть. Фу. Она меткая. Могла бы и в нее попасть. Вот знаете, что самое тупое может произойти в этой игре? Это не когда ты делаешь какой-то выбор, а когда ты не успеваешь что-то сделать, и персонаж умирает. Хотя иногда бывает такое, что ты просто по глупости какой-то выбор делаешь, не понимая, что за ним последует. Блин, ну... Да. Сложная игра. Домик, лед. Здесь ради припасов. Если там есть еда... Тепло, камин, очень тепло. Если там есть еда, какая разница, как он выглядит. А что не так? Ты не будешь так думать, когда проснешься и увидишь снег. Это, по-моему, нормально выглядит, че? По-моему, выглядит прилично. Может, если в выходной мы походим? Давайте обойдем, вы че, по льду идти? С ума сошли? Может, нам стоит просто проезжать, не... Не кучкуйтесь, не кучкуйтесь. Конечно. Пробежать. Ага. Представляете? Пробежать по льду. Я думаю, это правильный вариант мы выбрали. Можно, в принципе, сказать было идти медленно, но это так само и само разумеется, что медленно идти будет. Если пробежать, кто-нибудь подскользнется, упадет и провалится. Это глупо. Так, че мы, идем? Ладно. Спокойно. Просто идем вперед. Нас никто не торопит. Все замечательно. Просто шаг за шагом. Просто идем по льду. Че-то мне кажется, что сейчас что-то произойдет. Не может быть, чтобы все прошли идеально. Ой-ой-ой. Все в порядке, не беспокойся. А че люк последний идет? Да, замечательно. Хромово пустили последним. У нас хоячие на хвосте. Их не так уж и много, все в порядке. Давайте просто беремся до... Дома. Эй, куда пошел? Ну вот, видите. Вдвоем пошли, провалились. Все будет хорошо, если мы разделимся. Твою мать. Не беги. Просто спокойно. Ладно. Все, под контролем. Твою мать. Ну что еще? Не подходи. Хорошо, я справлюсь. Все нормально. Ты уверен? Да. К тебе идут ходячие. Да я помогу тебе. Стой на месте, дура. Тихо, стой. Стой. Твою мать. Уходи оттуда. Тебе нужна помощь. Вы слишком тонкие, я справлюсь. Нет, ты провалишься. Клем вперед, помоги ему. Нет, Клем, не нужно. Клем, просто помоги ему. Ты ведь легкая, справишься. Твою мать. Помочь, помочь Люку. Доберитесь до Люка. Тихо, спокойно. Бобенка прикрывает нас. Ляжь на живот. Как лечь на живот? Вы решили помочь Люку самостоятельно. Я держу тебя. Все будет хорошо. Твою мать. Твою мать. Наверх, 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 наверх. Капец. Твою ж налево. Где люк? Где чертов люк? Твою мать. Помочь ему, помочь ему. Как ему помочь? Кабздец. О, е-мое, е-мое, ребята. Да, друзья, это капец. Открою небольшой секрет. Это второе прохождение. Вот конкретно данного момента на льду. И в первый раз я выбрал вариант прикрыть, прикрыть тонущего люка и начать стрелять по ходячим. В том случае, я чем руководствовался? Я подумал, что бабенка тоже будет стрелять. И мы вдвоем быстренько убьем зомбаков, а потом как-то там достанем веревку, что ли, не знаю. Снимем куртку, кинем ему. То есть, как учат на ОБЖ. Ну, то есть, естественно, нельзя подходить к тонущему в проруби человеку. Это полнейший бред. Придет провалиться. Нужно лечь, как минимум, на живот. Второе, нужно найти предмет, который можно ему кинуть. Я бы вот в данном случае снял бы реально куртку, за один рукав взялся сам, другой бы кинул ему. И бы пытался хотя бы так вытянуть его. Я думал, что мы отстреляем зомбаков вдвоем. Ну, это вот в предыдущем прохождении. Потом благополучно вытащим люка. Ну, ни хрена подобного. Пока Клементина отстреливала ходячих, бабенка шагом поперлась к дыре вытаскивать его. Естественно, они провалились. Ну, и в итоге он все равно умер. И после этого она обвиняла меня в том, что, типа, ты могла ей помочь. Я подумал, что, блин, слишком, видимо, я как-то тупо мыслю. Надо по-другому перепройти. Наверное, надо было и правду его спасти. Вот сейчас я попробовал спасти его, но Клементина не менее тупая оказалась. И пошла пешком, провалилась. И, короче, люк так и иначе умер. Я думал, что в этом случае мы можем выбрать, умрет люк или нет. Но, увы, сценаристы нам не ставили такого выхода. Поэтому люк умирает в любом случае. Может, ничего не писать гневного в комментарии. Так уж оно получилось. Смотрим, что будет дальше. Дальше я не видел. Нужно ее согреть. Жалко, конечно. Ты что смотришь? Люка нет, да. Кенни, люка нет. Я пыталась помочь ему. Это моя вина. Это моя вина. Давайте будем. Когда-то начал трескаться, мы уже ничего не могли сделать. Ну, устроим такое типичное саммичевое. А, нет. Клем пыталась помочь ему. Он просто... Ну, хотя бы она сейчас нас не винит. Ну, вообще-то нет. Арван не виноват, Кенни прав. Замерзай, мне нужен огонь. Я замерзаю. Наверное, он про припасы наврал не говорить по-английски. Комуняка. Ну, конечно, акцент ему сделали прямо вот русский некуда. Помочь Арван, помоги ему, Кенни. Майк. Мне помоги. Мужик. Ты за меня в ответе. Я замерзаю. Поддыхаю тут. Мне холодно. Гангрена будет нахрен. Огонь быстро. Мужик, давай огонь подавай. Подавай. Чё? Надо было, то и сделал. Он не врал. Тушенка. Так, ну, надо Кенни поддержать. Он... Эта Арва пыталась убежать. Как бы, если бы мы не начали бежать, возможно, бы и не провалились под лёд. Надо было идти спокойно. Хотя... Бежал-то только Кенни один. Остальные не бежали. Хрен его знает. Но он пытался убежать. Ну, мы его всего лишь обокрали, а он пытался нас всех убить. Поэтому, ну, как бы... Как бы он хуже нас. А то, что мы его обокрали, это не... Никаким образом не оправдывает его. Мы же не убили кого-то из его банды. И он, типа, пришёл мстить. Нет? Ни хрена. Так что тут, блин... Ну, он подлый, чё. Может, конечно, он парень неплохой, но в суровые времена живём. Я не вижу смысла ему сейчас доверять. У него умерла сестра. Он в отчаянии. Чё угодно можешь сделать. Можешь ночью нас всех зарезать. Не, в этой ситуации я подержу Кенни. Ну, нахрен. Остальные ребята слишком жалостливые. Парниша пыталась нас убить. Так что, по делам. Когда мы хотели... Мы ему предложили сделку, он сказал, нет, сделки не будет. Он... Он нам сделку не предложил. Мы могли, между прочим, конечно, и сами половину взять лекарств, но как бы все они не нужны. Как оказалось, они нам... А-а-а! Молодец я. Молодец я. Заговорился, короче, и пропустил фразу. Не стоило мне возвращаться. Я рад, что ты вернулась. Может, и не стоило. С нами всё будет в порядке. Всё будет хорошо. Чё ты там не можешь? По-большому сходить? Да. Хелло в день. Но мы должны идти дальше. Если ты нормально себя чувствуешь, что мне не помешало бы помощи с пикапом. Серьёзно сейчас? Да, конечно, Кенни. Просто дай мне минуту. Да, конечно. Надо валить отсюда. Хрен его знает, что тут будет. Я присмотрю за ним. Окей. А чё ты меня просишь? А не... Подождите-ка. А сейчас не будет такой ситуации, что Кенни предложит нам вместе с ним свалить. Бросить всех. Будь осторожна. С Кенни? Это он меня любит. Я ему как дочь. Ё-моё. Я как... Бобёнка на Халка на него влияю. Успокаиваю. Так что всё норм. Как там? Женщину Халка звали. Мы говорили не о тебе. Тебе не следовало делать арво. Тебя это не касается. Скажем, как есть. Я знаю, Клем, но... Я не волнуюсь. Ты не можешь это делать. Господи, Клем. Ты знаешь меня. Ты знаешь, что я не так. Ты меня страшил. Ты страшил всех нас, Кенни. Рубим правду матку. Он нас слушает. Это предупреждение. О, видали? Видали, как надо. Будь осторожна. Что случилось? Осталось. Но А.J. Нужно нас сейчас. Мы должны быть вместе с этим. Хорошо? Мозговитая девочка. Давай посмотрим, сможем ли мы завести машину. Только не предлагай нам свалить отсюда. Слушай, а... Может нам ещё человека позвать? Чтобы на тебя сзади не напали. Как бы сейчас будет шум, двигатель, а не все дела. Слушайте, прям опасно. Всё не так просто. Да и время. Мы все просто устали. Дай и время. Ну да. Так оно и есть. Попробуй завести. Попробуй завести. Ей-богу, сейчас ходячие будут. Вот. Чую жопой. Друзья, извините за выражение, но прям будут. Не верю, что не появятся. Сзади на 180 градусов у меня лес. Лес. Сейчас машина начнёт гудеть. И Кенни не услышит, как какая-то тварюка подойдёт сзади. Нам стоит вернуться на юг. По-моему, звучит неплохо. А что насчёт Мексики? Ну, это далековато, конечно, но сделай вид, что мы не разбираемся в географии. Таня, по-моему, план хороший. Валим на север. Ну, какой чёрт на Мексико? Или Мехико? Мехико это что? Это город или штат в Америке? Я уже не помню. Чё? Чё надо? А, зажать. Куда вверх? Не хурыжит. Тихо ты, не шуми. Ты в порядке, безнадёжно. Мы заведём её. Оптимизм. Эй, Джей. Давай, давай, давай. А мы все влезем в машину? Это пикап или что? А, ну да. Ты думаешь, у тебя лучше получится? А, я подумал что-то, что он сейчас залезет внутрь, пытаться её завести. Чё не так? Ладно, ребята, извиняюсь. Я думал, на него сейчас нападёт ходячий. Поговорить с Кэнни? Нужна помощь? Всё нормально. Проведай, Джей. Окей. Трактор. Точнее, экскаватор. Ну, да ладно, один хрен. Ты можешь быстрее двигать ляшками? Очень, очень жаль. Прям плачу слезами. Чё тут? Окошко. Это чё, двигатель? Генератор. Посмотреть. Похоже, он сломан. Давайте проверим. А вдруг работает? Хотя это маловероятно, конечно. Сломан. Ну, теперь мы знаем точно. Мы должны были проверить, чё у нас в окошке. Осмотреть дом. Такое ощущение, что он скоро развалится. Да ладно, нормально выглядит. Чё не так-то? Войди в домнее. Давай поболтаем с Бонни. Бонни, где твой Клайд? Расскажи нам душущипательную историю. Ай-яй, курить вредно. Рак лёгких будет. Умрёшь молодой. Мама? Чё? Нет, спасибо. То есть, во втором сезоне можем сделать из неё курыгу и пьющую, что ли? Нет. Нужно её обыскать. Ну. Ты мне сразу понравилась. А ты думала. По-моему, там был вариант и похуже. Чисала прививку. Сожалею, что угадала прям постоянная. В смысле? С какого ряда он подвергал нас опасности? Я не знаю, что я его хочу. Ой, нашлась философ. Давай расскажи, что ты хочешь в этой тьме тьмущей. Кругом мертвяки ходят. Едят всех подряд. Давай порассуждаю о философии. Смысл жизни потерялся после появления этих тварей. Тут бы не помереть. И то ладно. Спасибо за ценную информацию. Надеюсь, тебя не съедят. Удачи. Поволтали. Девичий разговор обожаю. Пошагали. Идет сохранение. О, сейчас что-то будет. Кто кого изобьет? Рассказывайте. Кого мы спасать должны? Караулит что-то. Привет. Спит? Молодец. Когда? Я не оставлю Кенни. Ди нахрен. Кенни нормальный. Он хороший. Не надо мне тут настраивать мой неокрепший детский ум. Кенни не Карвер. Наверное, это права. Мы все еще можем образуметь. Я не ошибаюсь. Любому человеку можно помочь. И он нуждается в помощи. Я его не брошу. Мне показалось, она хочет ребенка задушить. А то он так кричать начал. Неожиданно. О, черный малыш. Здрасте. Ну, это же точные науки. Хочешь пробовать? Я думаю, что мы... Не за что он. Он срыгнет. М-да. Бобенка, походу, слегка мужиковата. Где звучит? Сколько лет? Ну, знаешь, еще больше бы об этом думала. Это все твоя отрезательная энергетика. У тебя плохая аура, бобенка. Чисти ее. Ну, и катай погладь его. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я была с людьми, много лет назад, рядом с Диси. Какой человек был заброшен в уголоке. Не помню его имя. Он называл меня Мэри Джейн. Он был дюшбэг. Но, в любом случае, дик был встан в машине, храняя из зеркалок. Один после другой, они были внизу, пытались его спасать. И? И? Ну, они пытались. И что теперь? Не пытаться спасти? Женщина, это называется человечность. Человечность. Че там? Починил? Зашибись. Идет сохранение. На этом мы заканчиваем нашу серию. Я всех был верю за внимание. С вами был Тимпоз. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. А также не забывайте подписаться на группу ВКонтакте, поставить колокольчик, чтобы мне просить новые выпуски. И, собственно, все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok